девочки я в шоке короче у меня никогда не было такой кухня но сейчас это просто это просто надо увидеть просто у нас целые сутки нет воды отключили воды вообще нет жара лето в общем вот в таком состоянии сейчас находится моя кухня посмотрите это просто ужас газовая плита собачка если обилижет нарезаться все в жиру целые сутки не вытирала тут тоже на столе черт ногу сломит зелень хотела помыть воды нет салатом чтоб в раковине тоже ужас 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 я просто на кухню не могу зайти вот когда воды не бывает до дома бывает это конечно очень редко но бывает такое случается или авария или что-то я вообще даже на кухню заходить не хочу мне прямо антипатия такая ужас сейчас вот уже вечер часов 11 так ждала ждала целый день вода пойдет так и никакой воды на столе полный бардак мыть нечем я говорю даже когда воды не бывает я даже прикасаться не хочу я даже на кухню заходить не хочу это у меня такое состояние почему-то посмотрим ждем может вот-вот звонили говорит авария может уже вот-вот должны дать воду посмотрим ночью где-то в час ночи слава богу дали воду но я побоялась что опять отключат потому что бывает так иногда промежутками дает потом опять отключает пока полностью не направит ночью прямо пришлось все это перемывать а то прям невозможно кошмар какой-то был но сейчас вот слава богу далее вроде идет пока все хорошо ранее ранее утра по утрам бывает прохладненько а потом уже опять жара начнется птички поют ну наконец-то после стольких дней жары у нас дождик идет свежесть пыль хотя бы уйдет вся вот сейчас начался думаю надеюсь продолжится побольше что пролила так пролила это не видно что там как-то вроде побольше дождик а тут только начался благодать мы приехали на свадьбу здесь такой есть такая есть деревня она очень такая вот удаленная бывает она в горах и вот нас сюда пригласили на свадьбу обычно когда здесь бывает свадьба на двери на ворота вешают вот такую красную ленточку или полотенчика или просто материал да вот и сегодня мы здесь на свадьбе мы уже покушали отдохнули сейчас хочу показать вам эту саму деревушку как она выглядит вот находится она очень высоко как видите вода вот всю здесь горы вокруг все горы там вот тоже кстати красная ленточка там тоже значит недавно была свадьба вот сейчас хочу прогуляться по узким улечкам здесь такие улочки узкие здесь мы вообще скажу вам еле-еле сюда приехали потому что дороги все извилистые высокие но неудобные как бы да ехать неудобно только можно приехать вот как видите на ниве да вот на таких вот жигулях вот там тоже горы все из девок вокруг и здесь здесь горе вот такие узкие улочки с такими вот вымощенными камнями да вот здесь дорожки есть вот мы сейчас пойдем там есть вода бежит как ее называют вода называется как ручей ручей мы сейчас пойдем на ручей посмотрим вода очень холодная холодная вот посмотрите прямо рядышком вот здесь внутри самой деревне кладбище я не могу поверить вот посмотрите очень много таких старинных могил и тут же сено скосили ну понятно люди здесь занимаются животноводчеством бараны вон лошадь ой какая красивая лошадка здесь кстати все все на лошадь у всех почти что у всех вот во дворе есть лошадь этой лошадью они таскают сено потому что дорогами здесь ну как бы не очень вот все все с лошадями с ослами все здесь а здесь кто-то мыл шерсть вот овечу шерсть приходили к мыть на родник здесь вода сразу пить умывайте я себе курочки что-то тут гуляют везде горы 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 местная ребятня вот ходит на эти горы играть по вечерам гуляют играются там пойдем вечером горы пойдем когда будет уже это вот так вот уже прохладно ну и что что медведя мы прогоним всех медведей у кого-то хозяйственный двор здесь вот так вот здесь вот такими кувшинчиками да вот в виде вот этот кувшин такими кувшинами здесь таскают в эту родниковую воду до домой чтобы пить тоже кстати это старинный такую жаль я не смогла снять дорогу когда мы сюда ехали как мы сюда приехали с каким адреналином но следующий раз я специально сюда приеду уже сделал более обширное видео вот здесь принимаются как бы на азербайджанской свадьбе подарков обычно не бывает подарят деньги из записывают вот такую тетрадку кто сколько подарил пишут имя фамилию ну как бы все друг друга знаю здесь поэтому все в курсе и потом хозяин смотрит кто сколько ему подарил денег а денежки собираются вот такой чемоданчик так вот папа невесты папа невесты поздравляем вас желаем счастья всего самого наилучшего сейчас мы направляемся в саму саму место где идет свадьба молодежь тут собралась кучкой а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!